23 августа 2014 года мы начинаем подсчет средств, собранных на сегодняшней ярмарке, проводили в городе Южном, собранных жителями, волонтерами армии Хэлп города Южного. У нас 8 маленьких скрынек, вот этих вот, 7, и одна вот такая большая, главная. Все, мы вскрываем, вот все напломбировано, мы сейчас вскрываем это, начинаем подсчет средств. Я приветствую, как журналист сайта «Репост», и как человек, который принимал участие в сегодняшней ярмарке, Наталья Мизюкина, веду прямую трансляцию из офиса Александра Горина, где происходит именно сейчас подсчет средств, собранных с сегодняшней волонтерской ярмарки. Ярмарка уже в очередной раз, уже шестой раз проводится в нашем городе в субботу, и вот завтра, на День независимости, уже в седьмой раз будет проводить новую ярмарку. Средства, которые каждый раз, каждый вечер волонтеры собирают, подсчитывают, откладывают в фонд волонтерский, всегда идут исключительно на все необходимые для нашей армии украинской, а в частности для 28-й бригады, среди которой есть и жители Южного, наши южненские бойцы, покупаются все необходимые для военного дела приспособления, это и одежда, и еда, и бронежилеты, все отчеты о том, что было куплено на эти средства, можно увидеть на сайте Александра Горина, а также в социальных сетях, с сайта Репост, ВКонтакте, на Фейсбуке. Мы всегда отчитываемся о том, что было куплено в количественном эквиваленте, сколько было собрано денег. В частности, сегодня были отправлены в 28-ю бригаду несколько автомобилей, груженных полностью всем необходимым, и наши бойцы получили все, что необходимо им для того, чтобы отражать атаки террористов. Вот сейчас вы видите, первую сумму уже подсчитали, да, из первой банки? Вторая баночка 339, вторая баночка 60. Все эти баночки были сегодня размещены на столиках во время ярмарки. Ярмарку проводили традиционно принимали участие все, кто желает. В основном это рукодельницы, либо люди, у которых есть какие-то предметы, которые они могли бы предложить покупателям. Всегда проводятся небольшие мастер-классы. Сегодня заплетали косички, можно было купить веночки, изделия, которые делали наши южненские рукодельницы. Также был батут сегодня с горкой, где детки могли прыгать. Тоже средства от использования этого батута пошли в общую казну. А также сегодня наша команда «Ретивнык» снова нам предоставила возможность порадовать детей. Они придумали такой аттракцион, натянули между двух деревьев трос и катали детей на снаряжении для высотников. Это было просто в целях благотворительных, для того, чтобы порадовать детей. Сегодня вечер был такой слишком спокойный, не очень много было людей, меньше, чем обычно. Но посмотрим, сколько денег собрали наши волонтеры. Я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш прямой эфир. Я вижу, что сегодня нас смотрят уже 10 человек. Всем вам большой привет. С прошедшим вас праздником и с наступающим Днем Независимости. Вы смотрите прямую трансляцию подсчета денег, собранных в благотворительной ярмарке. Сейчас мы, я так понимаю, узнаем, сколько еще. Так, говорите мне следующие суммы. Скрытка номер 3 – 385 гривен. Так. Четвертое – 265 гривен. Так. То есть, Сережа, 339, 60, 265. Да, совершенно верно. Сейчас у нас главный бухгалтер Александр Горин будет подбивать полностью сумму. Давай мне баночку. И мы будем знать, сколько денег заработала наша армия и наши бойцы сегодня. Мы призываем всех жителей, небезразличных, прийти завтра на эту же ярмарку. Завтра будет интересная программа, которую придумали волонтеры. Сюрпризы для вас. Потому что завтрашний праздник самый главный для нашей страны. И все, кто хочет принимать участие, может приносить свои какие-то изделия, что-то то, что вы можете предложить покупателю. Будем только рады. Ну и в то же время, конечно, можно не только продавать что-то или покупать. Можно приносить просто деньги. У нас было несколько человек сегодня, которые просто принесли приличные суммы денег. Просто вот не для того, чтобы что-то купить, а просто, чтобы сделать что-то хорошее для наших военных. Главная скрынька 1201 гривня и 300 долларов. Так, это уже шестая, да, мне сдаётся? Это большая. Большая скрынька. 1201 гривня и 1000 долларов. 1201. Это приличная сумма, дам. 1180 гривен. Ещё одна сумма, 1180 гривен. Ещё одна сумма, 1180 гривен. 678 гривен. Следующая сумма, 678 гривен. Подсчёт подходит к концу. Это плюс 1380 гривен. Это нет. Тоже надо ещё отключить. Нет, это закрываем. По-моему. 50 на 14. Углажен? Да. 700 гривен. Присоединившихся приветствуем на нашем канале Репостюстрим. Напоминаю, что мы находимся во время прямой трансляции от посчёта денег, собранных сегодня на ярмарке Конт Арми и Шелп, для наших защитников Родины. Средства, которые поступают от сбора денег на этих ярмарках всегда идут на покупку всего необходимого обмундирования для наших военных, а в частности для 28-й механизированной бригады. Вот уже начинает, 72-й, уже начинается, так понимаю, что финишная прямая, последние скрыньки, подсчёт. Сейчас будет подбита полностью вся сумма. Вот вы видите, что деньги все лежат на столе. Каждый из тех, кто считал... 1 028 гривен. 1 028 гривен. Это плюс 385 или это... Нет, это отдельная скринка вот эта. А, отдельно. То есть 385 гривен, правильно? Да. Плюс 1028. Да, отдельная. То есть две отдельные скрынки. Всё, я понял. И у Серёжи там, да, по-моему, всё? Да, сейчас я. Ведь твоя сумма получается с двух скрынок 1413. Правильно? 385 плюс 1028. У меня с четырёх получилось 789. Тебе маленькие. 789. 889, да. Это общая сумма, правильно? Да, это с четырёх. Да. 1413, да. 1413, да. Всё, значит, мы плюсуем, да? 678 гривен. 678, проверяй мне ещё раз. Прибавить. Видите, 1413, 1413. Прибавить. Серёжа, 789. Прибавить. Миша, 1201. Это потом, 1201. И прибавить Лена, 1108. 1108. Итого сумма в гривнах 5189 гривен плюс 300 долларов. Вот вы сами услышали сумму. Сегодня 5189 плюс 300 долларов. То есть, в общем, около 9000 гривен, да? Грубо говоря, если мы 300 гривен на 13, это 3900, прибавить 5189, ориентировочно 9089. Браво! Спасибо, южненцы, большое за то, что вы проявили такую гражданскую позицию. Пришли сегодня на ярмарку и помогли. Сами себе, прежде всего, как мне кажется. Завтра в 4 часа. Будем всех ждать. Завтра будет экстремально супер в молодежной организации. Вам понравится. Подеваемость. Ну что, слава Украине? Героям слава! Всё, с праздником. До побачения. До наступного эфира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok